Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас обо всем подробнее. Секретарь Анапского местного отделения партии «Единая Россия» глава нашего города Сергей Сергеев принял участие в работе 26-й внеочередной региональной партийной конференции. Делегации со всей Кубани обсудили подготовку к будущим выборам в Государственную Думу. Партия не безразлична, кто будет баллотироваться в Госдуму. А потому партийным руководством было принято решение о создании интернет-проекта «Кандидат» в помощь тем, кто решит участвовать в выборах. Будущие кандидаты должны иметь безупречную репутацию и болеть за будущее страны. Интернет-проект работает 7 декабря. На его сайте размещена вся полезная информация, касающаяся выборов. Зарегистрироваться могут все желающие. Для пользователей доступны функции обратной связи. Можно задать интересующие вопросы. Есть возможность доступа к обучающим видеолекциям, семинарам и брошюрам. Путем тайного голосования заместитель директора департамента внутренней политики края Виктор Тушев был избран в состав регионального политического совета партии. Затем прошли выборы делегатов на 15-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». От Краснодарского регионального отделения в Москву отправится 22 человека. Вопрос об увеличении пенсионного возраста поднимается уже давно. И эта тема вызывает неоднозначные мнения у россиян. На днях на пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что уже давно сопротивляется предложению повысить пенсионный возраст россиян. Но признал, что рано или поздно это случится, чтобы не нанести ущерб самим пенсионерам. Как пояснил глава государства, по мере роста и продолжительности жизни, количество работающих будет уменьшаться по сравнению с количеством неработающих граждан. И тогда могут возникнуть системные проблемы наполнения пенсионного фонда. Пенсионный возраст в России повышать все-таки будут. Что думают по этому поводу о новчане узнавала наша съемочная группа. Чем это связано? Экономика падает наша. На ком-то надо выиграть. Вот и пенсионный возраст добавляет. Я уже 12 лет на пенсии, поэтому никак не думаю. Но то, что возраст продолжительности жизни увеличилось до 71 года, это плюс. Остальное все зависит от граждан Российской Федерации. Надо трудиться и обеспечить себе пенсию. Нужно наоборот давать дорогу молодым, а не увеличивать пенсионный возраст, чтобы пенсионеры задерживались на работе. А потом человек в возрасте, он не такой активный и не такой внимательный уже, как мы знаем. Сейчас, конечно, очень тяжело всем. Все понимаем, как россияне это. Одобряем политику Путина. Я считаю, что правильно все делает. Это нужно. Но вот повышение я не согласна. Не должно быть так. Потому что человек за свою жизнь, скажем так, ну вот я как женщина, я родила троих детей, я их воспитала. Я отработала, то есть свою, скажем так, лепту строительства нашего российского благосостояния внесла. И я как бы так, я считаю, что я имею право на то, чтобы выйти по законодательству вовремя в 55 лет, но не позже. Не позже. Позже это уже очень, я так думаю, много. Потому что у меня временного воспитания внуков совсем не будет. На данное время, в данный промежуток на это десятилетие, наверное, так как постепенно, по полгода, в общем-то, наверное, есть смысл. Я за. Нужны деньги в казну. И за счет того, что увеличивается срок выхода на пенсию, соответственно, человек дольше платит в пенсионный фонд. В субботу, 19 декабря, на курорте стартует акция «Елка желаний». А напчане уже привыкли помогать детям. Краевая новогодняя благотворительная акция пройдет в нашем городе уже пятый раз. Новый год – время чудес. В них особенно нуждаются ребятишки из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. «Елки желаний» появятся в торговом центре «Красная площадь» и гипермаркете «Магнит». Возле елок будут дежурить волонтеры, молодежные активисты. Незатейливые просьбы, которые малыши написали Деду Морозу, не требуют колоссальных трат. Говорящая кукла, теплая куртка, сандалии или просто сладкий подарок. Каждый может стать немного волшебником и осуществить заветную детскую мечту. Достаточно снять с елки желаний открытку в виде снегиря, приобрести ребенку подарок и передать его волонтерам. Акция продлится до 27 декабря. В это же время будет осуществляться сбор пожертвований «Благотворительный фонд помощи детям Край Добра». И к другим темам. Медицинский центр «Сфера» запускает акцию. С 18 декабря на любое исследование скидка 500 рублей. Всех желающих ждут по адресу город Анапа, улица Парковая, 84. Телефон 8-988-66-72-000. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Анапчане вновь вернулись наградами. На этот раз 4-го фестиваля церковных хоров Господи Возвах, который провели в Краснодаре. В этом году фестиваль посвящен тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира. Конкурсанты прибыли из разных уголков края. Анапы, Краснодара, Новороссийска, Геленджика, Обширонского, Староминского, Калининского, Курганинского, Отрадинского и других районов. Фестиваль открывался с выставки икон, изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства на церковную тематику. Зрители ожидала обширная конкурсная программа. Выступления певческих коллективов, среди которых академические, камерные, церковные хоры, ансамбли духовной музыки. Участники исполняли произведения богослужебного характера, светские песнопения, псалмы, калятки, духовные стихи. Наш курорт достойно представил хор «Держанный глаз» в лауреации российских и международных конкурсов. В прошлый раз коллектив был достоин третьего места. На этот раз хор стал лауреатом второй степени. Наш репертуар заметно увеличился и усложнился. Конкретно на данном конкурсе, на конкурсе «Господи в озвах» мы представляем молитву «Достойно есть» знаменого распева в гармонизации. И молитву в избранной воеводе на музыку известного церковного композитора Александра Архангельского. Впечатления фестиваля оставил яркие и глубокие. Настолько, что зрительный зал финальное песнопение исполнял стоя. 2015 год в России был объявлен годом литературы. На курорте каждый месяц проходил конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон». Завершающий этап конкурса прошел сегодня в Центральной библиотеке города. Лилия Измайлова, студентка первого курса экономического факультета Кубгау, любит поэзию. На конкурсе представила зрителям одно из своих любимых стихотворений неизвестного автора «Мама». Я люблю читать стихи, я вообще люблю читать и литературу тоже люблю, но в таких вот мероприятиях я очень редко участвую. Семь участников прочитали произведения собственного сочинения. Желающих выступить было немало. Читали стихотворения современников и классиков. И гудит за кроготом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на привод зеленых лех. Не навстречу, как сережки прозвенит девичий смех. Конкурс «Свободный микрофон» проходил в Анапе каждый месяц в течение года. Менялась только тематика читаемых произведений и места. Ореховая роща, театральная площадь. Вокруг чечцов всегда собирались увлеченные слушатели. Победители конкурса «Лучшие чечцы» представят наш город на краевом конкурсе «Свободный микрофон» в Краснодаре. В крае продолжается чемпионат среди любительских команд. На дня в станице Северской анапские хоккеисты встретились с сильным соперником краснодарской команды «Ключ Авто». Соперник «Конавчан» серьезный. Победители прошлогоднего чемпионата Краснодарской открытой хоккейной лиги. Однако наши земляки забросили четыре шайбы. Это только подогрело азарт противника. Идет упорная игра. Команда «Анапа» играет от обороны. Ждут контратак. Мы не можем взломать эту оборону. Вот поэтому такой скользкий счет. Гол любимой команды для болельщиков – повод для гордости. Очень круто играют ребята, конечно. У меня в «Анапу» постоянно езжут, приезжают. Я просто целая голод. Чувствуется уровень команды, конечно, ключа. Серьезность, профессионализм. Наши ребята достойно держат удар, отвечают. Поэтому желаем им только победу. На этот раз преимущество на льду оказалось у соперников. Игра завершилась со счетом 11-4 в пользу хоккейного клуба «Ключ Авто». Про «Анапу» я много не знаю, конечно. Но видел их на играх, на предыдущих. Они, в принципе, игра равная. Просто «Ключ Авто» они свои моменты все завершают. Еще здесь и возраст немного играет. Потому что «Ключ Авто» немного моложе и раки. А команда «Анапа» еще играют по 40+. Это ночная хоккейная лига. Сильный соперник – хорошая возможность усовершенствовать свой профессионализм и отработать тактику. Для ребят из «Анапы» это, в первую очередь, хорошая школа. Проявить себя, показать. Многие игроки из команды «Ключ Авто» прошли школу ТХЛ, ВХЛ, участвовали в командах Канады. Поэтому нашим ребятам будет это очень полезно. В субботу хоккеисты «Анапы» и краснодарского клуба «Ключ Авто» снова встретятся на льду. Анапчане настроены на реванш. 19 декабря с 9 до 14 часов в здании поликлинического отделения участковой больницы номер 3, села Джигинка, пройдет День здоровья. Прием проведут терапевт, невролог, эндокринолог, кардиолог, хирург, лор, офтальмолог и стоматолог. Всем гражданам старше 50 лет рекомендуется пройти триплексное сканирование сонных артерий. По поручению главы курорта Сергея Сергеева впервые в сельском округе пройдет Детский день здоровья. На прием приглашены малыши возрасте до года, состоящие на диспансерном учете, дети-инвалиды, которых осмотрят узкие специалисты. Всем участникам необходимо иметь паспорт и страховой полис. И завершит выпуск прогноз погоды. Воскресенье 20 декабря в Анапе пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 6-8 градусов, ночью до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 4 градуса. В воскресенье 20 декабря в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 7-8 градусов, ночью до 8 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 4 градуса. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Спешите только до 31 декабря 2015 года. «Меркурий-2» проводит акцию «Снежная». Квартиры с видом на море со снежной скидкой 1000 рублей с квадратного метра. В снежной акции участвуют квартиры с 9 этажа и выше. Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...